ну что мальчики и девочки я вас приветствую на основном канале нейроведьмы и мы сегодня будем говорить о тех прекрасных юношах и девушка которые непонятно хотят быть с нами вместе или не хотят и вот мы будем спрашивать у вселенной вселеннушка то что наконец-то нас уже услышь вот будем вместе или нет буду делать для вас три варианта и приготовила такой значит небольшой сюрприз вот для тех кому надоело видеть мои руки вот такая вот интрига то есть если вам интересно смотреть карты если вы например изучаете таро или просто вам интересно сама статичная картинка раскладом вы можете смотреть ее на этом канале но если вы хотите видеть человека который делает вам расклад и до познакомиться с астерологом то специально для таких людей этого группу многочисленным просьбам до спрашивали люди почему я не показываю лицо свое да мне собственно скрывать нечего вот и для тех кто не испугливых я сделал третий канал представляю как вот люди будут писать мне в комментариях что-то тут мира светозавра до размножается почкование ну тогда размножаясь почкование так что если вам хочется еще больше меня есть еще один канал вот и ссылка на него в описании по традиции в инфобоксе что такое инфобокс закрепленный комментарий под этим видео итак будем переходить непосредственно самому раскладу 1 зеленый 2 оранжевый 3 полосатый камешки я вам вернула как вы просили вот поэтому не надо паники что вы тут камешки поменялись я хочу их менять но блин если вы путаетесь я готова их оставить не настраивайте пожалуйста на какой-то негатив ничего подобного я вообще изначально очень позитивный светлый человек несмотря на то что я все-таки нейро ведьма я все равно позитивный человек но просто если я вижу там какие-то нюансы естественно я их озвучиваю я что же не сахара так сказала дам про три варианта сказала про камешки не сказала на каких колодах будем работать потому что я изначально сама не знаю работы в потоке куда уж там рука да выведет меня мое всю пальцем вот там не будем с вами работать и большое 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 спасибо тем кто финансовый канал поддерживает потому что это очень приятно неприятно вот как девочки мне приятно как специалисту я понимаю что я не зря работаю хотя большое количество тарологов на ю тубе а вы меня предпочитаете и плюс еще как-то меня балуйте и радуйте я тоже хочу вас радовать и вообще у нас такая взаимность миш труд жвачка буду переходить непосредственно самим раскладом зелененький сейчас помещу вас центр вселенной так ну о чем мы с вами поговорим будем ли мы вместе дать мы посмотрим как у нас разворачивается источник история с точки зрения высшей сил что нам там скажет веканский оракул давайте две карты в этот раз с мужской точки зрения отчетом нас за отношения да и зачем оно все и соответственно женская точка зрения привернутые позиции я так понимаю что вам эта история уже порядком женщину то наш прекрасно подзадолбала да потому что все таки у нас саламандра хвостом вверх переворачивается на это говорит о том что мы все уже только энергии ничего не хочу да сколько можно все уже свечи там погасли которые загорались а он понимаете у нас робкий пингвин и вот этот травяной кролик потому что здесь переворачивается карта свободы это говорит о том что чек слишком долго принимает решение или можно вообще их не хочет принимать чем она ему надо ему и так нормально жить так ладно отчетом выше решили по поводу того что чем выше смысла бытия здесь заключается тут скорее всего знаете придется померить материальную духовное и там прийти какой-то вот очень интересно распаковки это не всегда про оккультные какие-то практика распаковка это просто может быть новое психологическое знание до переход на новый уровень там завершение цикла на согласно старшим арканам да всякое может быть так вот такая история то есть она в любом случае с точки зрения высшей силы не просто так то есть они там попкорны едят и этим наслаждаются зрелищем как знаете как на любимую премьеру пришли а вы в главной роли так хорошо хорошо почему ему так страшненько чем там решил для себя если страшненько бы посмотреть наших зайчиков да и робких пингвинов на николете чиколи холода крутейшие просто я от него в восторге мне даже сниться иногда психологические такие картинки показывают кто-то видимо из вас сейчас чихнул да у меня колоды рассыпалась торопит меня кто-то так ну что тут у нас зелененький так интересно слышится вы камешек зеленый выбираете и мужчина кого зеленым ну не знаю кого хочу не знаю кого знаю не хочу ну а я такую карту просто называю потому что он двойка жезлов это так знаете вроде как намерение то есть на действие она что это тут суд не срастается да не выходит каменный цветок хорошо почему почему у нас цветок не выходит каменный где лоханулся данила мастер тут либо отношения тайные до либо просто вот сама по себе тайна до жреца да конечно держать бы баланс во всей этой истории потому что а на самом деле то есть ощущение что мужчина все устраивает девятки пентакли она всегда говорит что все все устраивает этот эту карту так и называю всех все устраивает это когда есть запроса вселенушки вселенушка отвечает и ты рад и счастлив что тебе отвечает карту какого-то такого знаете материального спокойствия да не только материального энергетически тоже должно быть ровно и вы знаете почему все устраивает потому что здесь нам показывает 15 аркан и мне кажется что он прямо но наслаждается этим ощущениям наслаждается на своими ощущениями он как-то кайфует понимаете если это тайные отношения мы конечно посмотрим на монаром и что тут за история у вас происходит вот ему там все нормально ему какой-то косметал опять же а если она показывает перевернутую карту свободы я могу подозревать что здесь кто-то не свободен кто-то не свободен стиль сильвы или данный гражданин в 5 раз хочу сказать и вовсе устраивает потому что с одной этой стороны у нас двойка кубков это и про совместимость и про начало отношений но пороге вообще говоря что это про любовь то есть двойка знаете приметы до террологическая такая если двойка кубков это к любви знаете здесь у него есть некий момент обреченности все таки да потому что есть ощущение что он ничего не может сделать с тем чтобы эту любовь не потерять потому что все таки пятерка чаш никогда не бывает положительной карты это карта траура эта карта там потери глубокой но не всегда именно про летальный исход вашей любви да когда любовь не дожила до утра это именно про то что внутри происходит умирание махаонов бабочки тут подохли и тут собственно никто не поможет потому что процессы необратимые до процессы необратимых с одной той стороны все это у него хорошо и замечательно да и он пытается удержать баланс вот нам по 15 маркан это показывает все таки что может это и страсти там привязки еще чем девой ты при этом у него есть ощущение что что-то очень бурное меняется да это как такая бурная река и при этом вообще не знаю что происходит не знаю как это контролировать дьявол это всегда про потерю контроль но пытаются с этим я вам договориться да потому что не совсем понимает зачем 15 аркан так вот валияжно ворвался в его жизнь да и теперь подстрекаясь со всех сторон и вот все-таки перевернута эта карта 13 аркана ну так интересно слушайте дьявол смерть берем чего-то какая-то мистика вас происходит я не удивлюсь если сейчас мужчины время выбора пути время выбора своей путеводной звезды как тут самое интересное как в колоде изображена да эта карта когда тут конечно плачущий зайчик который очень похож на иисусе кто же у нас там мертвых через тикс перевозил хоро ну что-то в этой истории да здесь вот смотрите смысл заключается в том что все равно те вывезет куда-то дать и вывезет к цели вот хотя вообще шестерка мечей это такая достаточно активная карта в этой колоде нет здесь вот все таки когда мы плывем по течению мы знаем что нас вывезет то что у нас есть определенный путь да у нас есть путеводная звезда вот это понимаете это путеводная звезда говорит о том что человек видимо принимает решение плыть по течению то есть ограничить свою бурную деятельность потому что умерла так умерла все таки вот у гномы тут столпились перед ним а он значит лежит и тут-то вселенушка то говорит у тебя же были запросы он такой да ну а чё ты вот как бы вот оно все нет она мне так не надо так у тебя же запросы были были так вот она нет она мне так не надо тоже смотрите здесь по двадцатому то аркану говорят что это все таки ситуация которая происходит абсолютно кармическая то есть выясним кармические то что в жизни у него сейчас происходит тоже все не просто так на чек это в упор не видит кармическое видимо потому что тут со своей темной стороной договориться до своего дьявола то приручить потому что не боже облизывать 9 тут вот у меня включается какие-то нездоровые ассоциации потому что рядом лежат две карты знаете как они интересны для меня лично проигрывается но понятно что тут у дамы одно и то же лицо и есть ощущение что это вы а это соответственно ваш этот молодой человек вот и есть ощущение что он попытается видимо вас своим длинным языком то разбудить а вы как бы не при делах да вот и видимо здесь вот идет момент того что тут кому-то хорошо то вообще по сути в этих отношениях вообще в балансе находится в каком-то знаете здоровом пофигизме я надеюсь девочки что это вы потому что хоре мне слез лить по рогатым до языка ты вот и ситуация для него абсолютно кармическая потому что видимо он не привык а сталкиваться с тем что прекрасный девица на него не реагируют а и сразу как это сказать в любой непонятной ситуации притворить мертвым да тут видимо для вас ситуации с ним непонятно вот вы притворились то что вас нет я ушла нас тут не любят на уходе ну потому что видимо вся ситуация вас под задолбала нам же показывает здесь отток энергии да то есть нет желания действовать все я ушла уйди сведу давай так ну потому что здесь человек видимо вас не выбирает или вы не хотите делать выбор с одной стороны конечно шестой арканы это классно но все про любовь и тут рядом еще падает карта кармы там понимаете там служа наверху чокнулись бокалами шампанское но когда же эти люди уже поймут что вот они просто так в этой жизни кто встречались тут вступят люди тут и здесь видимо вы принимаете волевое решение что гарри она все огнем вот а потому что но опять же это потеря духовных ориентиров и соответственно ты еще потери денег если вы благодаря данному гражданину схлопнули свой денежный канал но в этом плане я не завидую потому что нам придется эту всю историю как-то восстанавливать потому что будем без денег сидеть и соответственно если вы а благодаря данному гражданину как-то тоже разминулись сама собой да то есть стали там творить какие-то непонятные вещи там непотребствовали наоборот слишком уж потребства когда мы уходим состояние аскезы тоже не есть хорошо это не не нормальный процесс какие-то да то есть психиатры простите простить психотерапевты тут потирает плотные ладошки дождут на прием безусловно но это так не совсем правильная ситуация кто кого наказывает смотрите здесь для кого-то изначально это было просто приключение да там джунгли зовут для кого-то это прям очень серьезный шаг в новую жизнь кто-то на кого-то строил планы а эти планы односторонние абсолютно потому что у кого-то нормально работает интуиция да и этот кто-то вообще понял что партнеры кармические а второй то нет второе только начинает догонять видимость эту историю хорошо почему показывают карту отсутствия свободы дал человека а он в какой-то враждебности понимаете он в каких-то страхах вообще понимаете у него тут видимо психоделические сны у него трибы и стен выпрыгивают ему вообще видимо самому страшно что не в голове происходит на шутки шутками но здесь показывает что есть ограничения да из этих ограничений человек вообще не продвигается да и не приносит вам собственно кубки вот и может он хотел бы но хотел именно как-то так очень по подростковым не совсем там по дураку да все-таки по подростку один фиг а не может и все понимаете у него луна он не знает как действовать все лошадь лошадь сдохлый слезь после поломался так я хочу посмотреть что я хочу посмотреть вам она как все вся эта история вам она как чё там высшие силы то у меня опять четкое ощущение что здесь женщина должна принимать решение да будет ли с ней мужчина ряда в этом плане что если совсем уж там перегореть окончательно и все в новое то пусть он сам приправляется дальше по стиксу и льет горючие слезы так кей чё там с точки зрения высших сил какие через какие энергии да вы проходите сейчас рисуете свой собственный пентакли я вы знаете вероломно обозвала эту прекрасную карту но не знаю для меня она все равно про деньги потому что она все-таки про материализацию есть ощущение что вы в этих отношениях больше стоите на ногах крепче стоите на ногах нежели партнер как будто вас есть возможность договориться вот у вас лично не у него там не у пары да конкретно у вас есть возможность договориться договориться там с теми кто посылает вам испытания да то есть вы хотите пройти кармическое урок до срочно готовы отвечать так ладно что там про вас да вы в конфликте даже если вы не выясняли отношения прилюдно ну видимо у вас накипела карта которая называется кто кого перекричит но видимо человек совершал какие-то весьма странные поступки вот не поддающиеся логическому объяснению вы тут и с нейро ведьмой до копали в чем причина и самостоятельно и просто видимо вас вся эта история очень сильно под достала дьявола тема непонятный дьяволу на чу еще наверное подбухивать то может у некоторых потому что расклад общий у меня есть ощущение что смотрите луна все-таки да для него это как это сказать как котику сметанка это его определенная зона комфорта тут кстати человек может злоупотреблять духовностью а согласно 15 аркану это звучит просто феерически смешно ну как бы дьяволу на 21 интересно ладно вы значит тут в претензиях по отношению к нему по отношению двойственности потому что мы можем близнецов просматривать и людей которые говорят одно транслирует совсем другое есть такое вы же еще понимаете вы же еще сами собой не вы не можете договориться по этой ситуации считаете да что вы как-то неправильно поступали неправильно поступили не высказали до конца да сами же нарушили свои правила да что-то видимо от него требовали но опять же перевернутый иерофант это карта двойных стандартов то есть знаете когда сила любовь мудрость она все это переворачивается искажается да тут очень такая интересная зеркальная ситуация вы сначала перевернутого иерофанта видели в нем да что он человек двойных стандартов понимаете а он увидел у вас вот поэтому вас ты конфликт он свои внутренние не принимает вы тоже внутренне не принимаете наверное кармическое урок заключается договариваться знаете для вас вот эта ситуация она как мышиная возня потому что вы просматривать как императрица это все-таки это же не всегда про замужнюю женщину с детьми это именно про энергетическое ощущение себя в этом мире как вы себя ощущаете как вы себя чувствуете все чувствуете императрица есть так могу себе сказать потому что на вас еще и карта переворачивается знаете есть ощущение что вот вы как по эскалатору такой поднимались до к своему трону а потом что-то вас бензин закончился вот смотрите ведь карта остановки игры чувствовать температрица и общем тут как еще может проигрываться вся эта история если этот прекрасным юноша вам например обещал серьезные отношения до с перспективой а потом просто всю эту историю тупо притормозил или как-то ушел там во своя си и вот этого своя си продолжается уже длительное время как еще может проигрываться это может проигрываться что нему уже была какая-то императрица собственно он захотел новую как-то изначально вас сильно об этом не предупредил что есть уже у него женщина его жизни и вы теперь ждете чтобы он выбрал вас а он чет выбор то не делает а любовницы быть чуть не очень хочется до девочки хотя так хочу сказать есть его все-таки внутренние выгоды находиться в состоянии любовницы если уж мы если это ваш расклад вы понимаете о чем говорю есть девочка внутренние выгоды потому что тем самым вы становитесь как-то мягче спокойнее путь вот по кубковости до кубковой вас просыпается как это связано с деньгами как это связано с деньгами многие из-за вот этого хитрого в юноша могут просто подсознательно себе перекрыть денежный канал ведь у вас тут колесец но потому что ничего не хочется делать хочется уже просто получить какой-то ответ стоит ли тратить время свое да потому что вас держит в подвешенном состоянии я кстати уже как-то говорила что подвешенное состояние нам дает кто манипулятора почему потому что когда мы находимся в подвешенном состоянии мы зависим от принятия решения до другого человека может быть это вас несколько отрезвит когда просто вы поймете что это же все таки манипуляции может быть они бессознательны но это манипуляции как ни крути вам показывают показываю что ничего не хотите у вас нет энергии не желание нет энергии на действия нет что-то как-то вы тут себя подзабросили потому что слишком уж ушли в эту историю всю я хочу посмотреть для вас какой-то логичный финал финал я все-таки посмотрю на монара раз уж у нас 15 аркан какие отношения между вами возможно да и возможно ли вообще с точки зрения мила монара его прекрасной женщин знаете здесь у меня два человека которых я по детски назову что один деловая колбаса понимаете что 2 вот потому что здесь никто никому не хочет уступать каждый представляет ценность и возможно какую-то ценность еще с точки зрения общества да то есть вы активно активно как сказать то слушайте вообще у вас общество активно принимает и видимо дает вам ощущение какое-то такое императорство звездности и так далее да и что касается вас только вот это вот данный персонаж поступил таким образом что как это сказать вошелся поломался и соответственно вы как-то очень некрасиво упали с трона своего до императорского то все-таки да простите ваше высочество высочество и величество ну в общем и на самом деле между вами возможно отношения но если они пройдут стадию обнуления до стадии трансформации до тогда когда мы договоримся а тут никто не хочет договариваться выйдут ему наступили на фаберже понимаете он взвыл от боли вот и чё и ретировался до скорее всего да вот смотрите даже нам показываю женщину которая схватила бедного мужика за фаберже и все ему теперь плохо как видимо она его схватила потому что он там косячил и с вашей понимаете точка зрения непонятно вообще что-то с этим чеком получится или нет потому что видимо он активно демонстрирует вам что не будет делать выбор что он такой дофига востребованный крутит своей жопкой детский сад для вас эти отношения детский сад и в принципе если и вас и его устраивает это детский сад да так тому и быть но есть ощущение что он вас задолбал а что касается этого данного мужчины а у него не реализованные сексуальные желания во первых есть ваш адрес но вот он 15 арка никуда не делся принять себя с другой стороны опять же есть еще вербальная агрессия накопленная он хочет вообще высказать все потому что у него ощущение обиды ощущение стресса понимаете от вас ощущение обиды именно по той причине что вы его не оценили он такой я новая коллекция да нет это подделка из перехода слишком такая с одной стороны ценная женщина опять же по шестерки можно кстати у вас есть еще разница материальная до что вы как-то круче смотрите на него так как на кокулю в общем вот такая история по поводу будете ли вместе но я хочу сказать что если человек действительно поймет что вы ему очень важны вот и вроде как это все понимает но у него еще пока эго на первом месте вот и как только вот он поймет что эго не дает ему ресурсов больше даже нужно искать другие сценарии потому что он пока еще живет свои старые сценарии скажу сразу вот но все а у него уже батарейка энергетическая на нуле по поводу старых сценариев поэтому скорее всего он будет их менять да будет искать какие-то шансы так что тут есть шанс на самом деле да и с точки зрения выше их неплохой шанс короче два дурака знаете всегда удивлялась торологом этим прекрасным людям дай бог им здоровья которые могли наверняка сказать будут люди вместе или нет потому что нужно мне ни разу ничего не сбывалось по поводу прям знаете стопроцентных прогноз потому что прогноз он и есть прогноз да он зависит от многих факторов просто если изначально факторы складываются таким образом что есть шанс конечно торологи об этом говорят сказать сто процентов потому что знаете как и десятка чашек до периодически переворачивается хотя кажется что там все устойчиво достаточно так а единички вот такой для вас был интересный вариант на прогноз все таки будете вы вместе или нет я как-то держу кулачки за вас давно уже кстати потому что у вас такое зеленое болото да и здесь очень много зеленых карт надо же что-то нос чтобы приехали осенизаторы да и осушили всю эту историю осушители болот да есть переворачиватели пингвинов а нам с вами нужны осушители болот напишите пожалуйста мне в комментариях что там у нас опять болотная история я водяной я водяной поговорил бы кто со мной а то мои подружки сплошь единички так вот такая для вас была история двоечками я вас приветствую раскидала анки ураган карты на столе сейчас поправлю позиции будем с вами смотреть прогноз будете ли вы вместе или нет но это все-таки больше прогноз так давайте мы посмотрим с точки зрения высших сил что-то между вами происходит с мужской женской стороны это нас мужчин мужчин право мужчина женщина высшие силы все будет отдельной карты они пока для мужчины это про любовь а для женщин а для женщины знаете это скорее всего больше испытания нежели про любовь потому что мне здесь показывает все-таки отсутствие гибкости видимо она не знает как поступить с этой любовью до а у мужчины здесь знаете несколько жертвенная любовь ну то есть такая знаете когда очень хочется быть ценным очень хочется быть нужным хочется так взять вас завалить на плечо и внести в пещеру да тут есть нежелание терять скорее всего вас потому что вы идете как шанс это туз туз земли туз пентаклей очень часто по вот этой карте как сигнификация женщины да это женщины такие дымовитые не женщины которые ухаживают за собой да особенно за своим телом для некоторых прям тело идет как фетиш хотя обычно в монара это туз огня но там больше соблазнение а здесь именно вот с точки зрения опоры и стабильность если мне хорошо попросите я вам сделаю как-нибудь расклад на деструктивный сценарий отношений на монаром на тузах там будет очень много интересного для девочек особенно как вы входите в отношения да и что собственно с этим делать чтобы отношения получались более конструктивные чем есть сейчас так хорошо давайте на монара я посмотрю как оно все для вас почему вы не можете принимать решение почему вы напряжены как пружина тут кто-то не свободен да тут все-таки про узельтерчик то мы будем говорить с вами и здесь отсутствие гибкости связано с тем что но все-таки это у нас карта женщины которая к себе мужчине подпускает потому что она вроде как уже дала кому-то убит чем побед верность вот но не всегда это идет именно про замужнюю женщину это бывает еще когда мужчина обижали и просто не хочется их подпускать потому что все одно и то же на деструктивный сценарий повторяется и зачем же мне одинаковые так а вот эта карта кстати говорят о том что может быть вы бы хотели рискнуть ничего тут что-то не совсем получается да вы себя накручиваете у вас какие-то опять головные тараканы активировались эпидемия да тараканья так хорошо давайте еще с точки зрения мужчины как он видит эту ситуацию знаете здесь у него такое знаете желание просто разбежаться и прыгнуть со скалы да вот я был вот меня не стало и тогда поймешь кого-то потеряла вот вот есть ощущение да что эта песня про вашего человека как будто вы не осознаете кого вы можете потерять но это его понимаете такие внутренние проблемы да видимо уже готов тут что-то делать потому что в отчаянии и когда об этом вдруг узнаешь ты тогда поймешь кого-то потеряла поэтому здесь несколько будут театральные до истории у нас проигрываться кто-то мне из комментатор но девочек до который меня смотрит написал в комментариях дам говорит начинается обед танцы на парапете но это такие знаете танцы на этих набитых стеклах не для слабых ну показушная история девочки по второму варианту здесь очень показушная история тут видимо человек все-таки во-первых на что-то надеется вот демонстрирует он или нет ну я думаю что он сейчас временно сошел с радаров ваших да потому что показывает все-таки карту эмоционального выгорания но при этом он надеется видимо на хэппи-энд склонить к свою сторону непривычно приходится подбирать слова давайте мы с вами посмотрим на наших прекрасных зайчиках ситуации это все он прям готов действовать зажмурится и прыгнуть себе там выскочить из-за угла и чё там как она на самом деле почему нас юстиция переворачивается что какого-то гады зарубить не можем а тут юстиция переворачивается судя потому что здесь человек как-то готов рисковать опять же 15 аркан не знаю мне кажется что самый большой мотиватор мужчины всегда 15 аркан потому что умеренности они крайне редко мотивируется а 15 марка нам хлебушком не кормил дам дай перчика в жизнь ух ты здесь при мне показывают карту враждебности и скорее всего вы-то несколько враждебно-то настроены потому что здесь же нам показывают что вы добра молодца то не подпускаете и вот у меня резонный вопрос вообще по двойкам а чё смотрите потому что есть ощущение что человек очень хочет быть с вами вместе но скорее всего на своих условиях ну по диалогу и вы вероятно поэтому враждебно настроены тут наши рогатые но я надеюсь что это не с вашей помощью рогатой причинил вам на самом деле очень много боли какого-то непонимания до своей натуры своих дебильных поступков и поэтому вы здесь просто уже хотите связь себя до уберечь себя потому что карта враждебности неспроста вы реально устали преодолевать трудности препятствия до жить не в непонятной каких-то интригах может быть зависимых отношениях что-то такое да что вас заведомо поместили в ту ситуацию которая вам когда сказать не нужна то по сути потому что это больше про либо тайные связи до или про какой-то такой тайный любовь а вам вероятно предлагали все по рыбкам до тройка чаш переворачивается куда мужчина собрался прыгать то а он считает что он уже сделала все что можно ну потому что по девятке жезлов вроде как смотрите нужно только чуть-чуть времени до чтобы соответственно действие уже как бы произошло до чтобы как это сказать реальность стала существовать проявилась в материале я горе сделала все для этой любви а что он хочет вообще чтобы вы нарушили правила да скорее всего но опять же по перевернутым аэрофанта что-то хочет какие-то провокации провокации хочет хорошо давайте с вашей точки зрения как ситуация происходит зачем же мне дать на это гадина на помогите вы сто процентов в этой ситуации не чувствуете себя счастливой перевернутый ель у нас о чем эта карта одиночества вот даже если он там что-то с вами был рядом вы как будто вот не чувствовали что какой-то общности да тут тоже еще смотрите как эта история может проигрываться о том что он не только к вам мог испытывать нежные чувства но еще к ряду барышень да потому что у него как это сказать подкорки заложено женщинам нравится вон о чем михалыч ветерок по-другому раскрывается аспекты но он вроде как если он допустимо клялся в том плане что ему больше никто не нужен кроме вас да кто его знает да потому что здесь все таки показывают что может мужчина несколько подуспокоился ладно почему для вас это карта одиночества она про что она про что устали ждать как хотя к грустим на второй вариант как я такое не люблю когда грустят смотрите как это может проигрываться это может проигрываться например если вы в семье да но вам там очень скучно уже но потому что вас все равно показывает как замужнюю женщину как ни крути это может быть гражданский брак но вы может быть с партнером либо долгое время вместе либо соответственно чуть подустали но кто-то из вас да и здесь вот человек по второму варианту вам что-то такое знаете взорвал мозг скорее всего но видимо не только вам вот и есть ощущение да что происходят какие-то важные процессы но этот человек напрямую в эти процессах не участвуют да потому что вы все равно чувствуете себя одинокой и может быть вы на расстоянии находитесь по двойкам может быть изначально для вас это было приключением до выходом из состояния умеренности выходом из непонимания да но когда вас не понимает полосы непонимания да это кармическая история кармическая история она может быть связана с моментами прошлого до когда вам нужно на этом человеке с этим человеком завершить ваши деструктивный сценарий которые у вас были заложены какие-то ранние периоды потому что эта карта она еще связана с прошлым может быть пришло время разводиться с партнером с кем вам больше не по пути да потому что пришло время роста а когда у одного из партнеров приходит время роста то и он держится за старого партнера до получается что реализации достаточно быстро перекрывается том числе финансовые тут тот же еще высшие силы тоже не просто тогда создают ситуацию нам чтобы мы понимали да что как бы мы за человека не держались любой момент может прийти ощущение что хочется уже дальше идти да и самостоятельно потому что партнер при ну как сколько когда он перестал закрывать ваши потребности это конечно вам хочется чтобы ваши потребности закрывали логично видимо вы кайфушек то своей семье перестали получать кайфушки не нужна вам эта социальная роль жены или а вам не понятно что она дает ну то есть если раньше вам это было интересно потому что престижно еще что-то чуть нет здесь еще может быть не только треугольник еще четырехугольник поэтому кто его знает и вы здесь очень долгое время ждали принятие решения от него чуть не принимает не принимает и опять не принимает и снова не принимает а вас там на самом деле есть намерение и намерение разобраться во первых со своими кризисами и действительно выйти из полосы препятствий на потому что девятка мечей десятка мечей все-таки полоса препятствий да это определенный квест вот когда мы закаляемся когда мы избавляемся от иллюзий ну согласитесь что вы мечтали об этом человеке да мечтали что он сделает выбор что что все-таки будет какой-то результат хочу он не делает с чем связано на монарок сети посмотрим чем связана эта история десятка мечей показывает ну ладно мало ли что у нас тут может вывалиться до из кривых ручек светозавры так ну так и чего у нас тут почему они делают выбор тут в принципе тупо тузу чаш то есть у нас и перспектива и намерения и жажда до получить вас как женщину может растлить вас ваши неполные 44 понимаете шутку юмора да когда тот мужчина просто видимо считает что он может быть лучшим лучшим мужчиной вашей жизни неважно сколько вам было лет сколько вас было партнеров сколько было любимых мужчин вы нереализованы считаю что вас нереализованный женский сексуальный потенциал а вот будем честны он не хочет играть в игры вполне могу предположить что по второй позиции у вас близость это еще не было или если она была достаточно быстро закончилась и он считает что вы можете манипулировать этой истории чтобы его подсадить еще глубже как-то на себя да но история заключается в том что несколько перегорел да он считает что это манипуляция близостью не знаю кто-то вот кого кем-то манипулирует чтобы он еще сильнее на вас залит да он считает что вы хотите во всей этой ситуации держать руку на пульсе до быть женщина которая принимает решение до когда пришла тогда и вовремя его конечно безусловно эта ситуация оскорбляет потому что в этой ситуацию чувствовать себя униженным и оскорбленным но потому что этим а если он свободен вы заняты и вы ждали от него принятие решений то тут чуть не вижу я принятие решений совсем знаете здесь не вижу а любовь мир труд жвачка там и так далее да я здесь вижу нереализованные амбиции но при этом с двух сторон с вашей стороны и соответственно с мужской тоже стороны тут потому что он хочет как-то вас наказать понимаете унизить вашу самооценку в эту тоже не лыком шиты и короче получаем что получаем до получаем двух людей которые просто сидят спинами друг другу и по сути никто никуда не двигается потому что с одной стороны законы правила да есть у меня все-таки ощущение то что тут кто-то не свободен и процентах 80 проиграется что женщина да и здесь может быть а вообще мужчина ждет инициатива женщин так самое интересное что ждет но если она ее проявит он ее как бы даже в блок не загнал да то есть он просто испугается вы убьете у него инстинкт охотника двоечки вот такая для вас была интересная позиция это кто-то мне из моих прекрасных девочек писал только в комментариях на личной консультации что так говорит обиделся на меня когда инициативу проявила потому что сказал что я все испортила и я убила в нем инстинкт охотника существа я так ржала и просто представила да как он это говорит что ну вот я уже хотел действовать по отношению к тебе но вот ты сама все испортил ты взяла и убила во мне инстинкт охотника вот у нас юношки так что девочки не убивайте инстинкт охотника они вам потом этого не простят жду вас в комментариях двоечки с вашими прекрасными рассказами по поводу в юноше который все никак не делает вам не предложение не проявляется ничего по поводу будете ли вы вместе сужден тут тоже есть шанс ну опять же такой знаете призрачный потому что есть еще ощущение что никто ничего никуда не продвигается в общем такая история троечка я вас приветствую напоминаю что тема сегодняшнего просмотра я и он будем ли мы вместе говорю максимально честно максимально на пп да без сахара мы с вами сидим давайте посмотрим с точки зрения высшей силы что мы за отношения что там решили наши хранители так смотрите это со стороны мужчины это со стороны женщины да как эта ситуация и это со стороны высших сил вообще чего нет решить по под этой ситуации зачем она все нужна мужчина женщина до левая ну на самом деле а не зря дадина это гадина она это про вас да потому что по сути здесь мужчина не понимает каких-то элементарных вещей вы зачем ему эти отношения чтобы видимо понять что-то такое великое что-то очень важное что-то очень глубокое что-то очень платоническое то по сути по отношению к вам вот но карта то сама по себе переворачивается это говорит о том что любой процесс отложены во времени понимание да там ну как бы истинных истинной роли вашей до до жизни вот потому что видимо вы приходите здесь как такая кармическая мадам которая процесс это трансформации в человеке запускает помогает их запускать хорошо а с точки зрения вас до чего ситуация у нас все вы здесь на самом деле шоколаде в профите потому что с одной этой стороны а вы с этим человеком начинаете чувствовать себя максимально комфортно в плане денег может быть он помогает вам каким-то образом до понять свое предназначение да там тоже запускает трансформационный процесс и вы выходите в прекрасное состояние зрелости богатства да здесь именно про то что через свои истинные желания мы начинаем себе больше разрешать и соответственно вселенушка нам дает больше подарочков хорошо а с точки зрения вселенушки что же у нас тут происходит а с точки зрения вселенушки дают на самом деле двух партнеров и соответственно эти партнеры они друг для друга очень важны есть ощущение что вот как будто они чувствуют друг друга на расстоянии да и вселенушка нам-то как раздает это расстояние между партнерами что я не вижу что как-то вместе да собственно раскладу вы не смотрели там если бы вместе были бы но опять же знаете все вот эти процессы есть ощущение что в профите здесь только вы потому что только у вас карта на ровная а здесь понимаете и мужчина то в своих кармических процессах находится да и с точки зрения вселенушки все еще только начинает разворачиваться а тут есть ощущение что как будто как это сказать как будто на вас запущен тотализатор да то сделают ставки до встретиться эти люди как бы то есть они поймут что они должны быть вместе или не поймут видите здесь верховный ариапак ну как как бы картковина это когда знаете группа лиц до группа лиц видимо заинтересована в том чтобы все таки вы тут нашли друг друга и встретили тут вот как это сказать придумаешь ли на сговор до группа лиц есть такая статья хочу не хотят от вас вас во-первых здесь надо чтобы вы договорились во вторых ваш коннект он может быть действительно через голос потому поэтому я не удивлюсь если ваше отношение на расстоянии все можете разговаривать по телефону там социальных сетях какими-то голосяшками там переписываться вот и здесь коннект смотрите происходит зачем ну почему вас еще разводят а почему вы изначально не вместе потому что вам нужно что-то понять про человека да потому что изначально эта информация которую вы увидите и как вы его считаете это будет не то что кем он на самом деле является и вот здесь будет запускаться процесс трансформации обоюдные и даже если находится находится на расстоянии есть ощущение что он как будто вот вас поддерживает да то есть вы чувствуете какую-то опору на него так еще самое интересное по этой истории это могут быть еще и творческие люди и именно для вас понимаете он вот этот мишка с чё там солнцем во лбу а для других людей он такой знаете не рыба не мясо такой четыре интересные процессы так давайте как он вообще видит как он вообще видит эту историю как он видит эту историю зайчики на зайчиками расскажет нам сейчас такое интересное происходит сейчас до что он очевидных вещей не понимает это кстати еще может говорить о неком энергетическом загрязнении когда например ваш там духовный уровень там уровень там ваших вибраций если вы в это верить в это вникаете намного выше чем у человека и соответственно чтобы вас друг другу дали да надо чтобы он дорос вот а через что человек растет конечно через состояние кризиса поэтому я конечно ему не завидую то есть ощущение что вы как золотой ложкой во рту в этой ситуации вас кризисы сильно не долбят но кроме привязок то по отношению к человеку потому что скорее всего вас еще будут вытягивать на ментальный уровень на какое-то такое ментальное соответствие чтобы вы там общались знаете тут есть ментальное общение по вот этой позиции но она скорее всего сейчас нарушена потому что видимо нужно перейти уже на новый этап хочу нас опять тайные отношения но смотреть по жрицам по жрица с одной стороны про тайные а с другой стороны это же про как это сказать про глубинное понимание да про знания все-таки про тайные про сакральные знания еще может быть поэтому я вообще же не удивлюсь если вы знаете меняют местами несколько потому что стихии разные до вас из-за псевдо духовности возвращает в материю понимаете а его из материи перетаскивает как раз в духовность или псевдо духовность потому что ведь метла переворачивается но псевдо духовный знаете это как тогда когда мы вроде как духовный но при этом у нас негативные программы то еще не отработано и мы действуем по старым сценарием не знаю я такой называю псевдо духовность а вас наоборот весь в материю помещает вам дают почувствовать через тело там вкус жизни там вкус денег да вкус своих истинных желаний вам дают дают вот эту возможность реализации и тут по сути смотрите это как сообщающие сосуда что такое прикольное потоковое состояние сейчас ловлю про вас сейчас девочки сейчас я объясню русским закончик происходит смотрите два сосуда сообщающие получается что как сказать вас наполняет тем ну как сказать чем у него там переизбыток да а у него наоборот да и по сути вот вы должны дойти до вот этого состояния умеренности состоянии вот этого дзена там нормальных отремонтированных энергетических центров и так далее да и в этом случае у вас будет конектом возможно там какие-то с какая-то связь там платоническая не платоническая любовь там я за может вы должны создать что-то такое классное сакральное светлые книгу написать сотрудничество потому что здесь вот по этой позиции по тройкам меня четко просматривается сотрудничество то есть вы вместе должны что-то делать вы здесь должны друг друга дополнять вы очень похожи по менталитету не вы очень похожи по своей картине мира и если вы сильно паритесь по поводу того а не найдет ли он на расстоянии другую да пусть попробуют и аналогично знаете с вами потому что как бы вы не пытались его заменить видимо у вас уже изначально сложены какие-то пазлы может высшими силами гру есть ощущение что не стали понимаете собирать ваш пазл потом на каком-то пазлики психанули до решили сделать перерыв понимаете а ситуация все уже запущено дайте энергии трансформационные собирают понимаете из вас тут что-то конструирует вот так вот может проигрываться жрица у человека смотрите здесь король пентакли все-таки переворачивается я не удивлюсь если у него происходит сейчас очень важные процессы когда достижение это материальные да ну вот они как-то перестали играть роль для него потому что стала преобладать духовность и помните давным-давным-давно на одном из своих каналов наверное на основном все таки я говорила о том что грядет такая мощная трансформация вот по этому человеку что вы его не узнаете и кошки нам показывали да что по тройкам там что-то нас менялась степень духовности насколько помню да что тот человек я еще говорил о том он блин чё религиозным что ли стал то есть у него либо появился духовник ну то есть там духовный наставник духовный учитель вот а либо вот тут что-то постигает какой-то смысл бытия да и его просто уже не штырит его прежний образ жизни то есть если ему раньше нравилось по чашкам проводить время да там по тройке чаши в том числе и треугольники будем честны потому что были знаете него периоды в жизни когда было много женщин одновременно на самом деле есть ощущение да что он просто вспоминает свои похождения по 15 марка ну все-таки но есть ощущение что с ним как-то договорился до что тут 15 аркан видимо выполнил свою миссию покажет нам интересно кто придет на смену 15 арканом видите все уже там до свидания мой ласковые там кто бильзевул возвращаясь в свой сказочный лес помахал значит все понимаете расстался с любимым другом своим да с корешем они же не вообще прям знаете это же лучше друг бы все короче значит он с ним расстается со своими но ему очень тяжело это все потому что ему придется терять старые привычки вот ему придется полностью перестраиваться да то есть запускать все новый сценарий а это только сказка все когда сказать скоро сказка сказывается да не скоро дело делается у него дело делается вообще никак до поломалась у него дела вот нет у него понимаете энергии сейчас на какие-то действия пока находится свои стагнации ручь спит спит да пока пребывает состояние иллюзии об с чем связаны с тем что он считает что он уже выбрался из кризиса или сделает это в любой момент когда захочет да сейчас вот он пока подождет хорошо а чё тут по отношению к вам-то не очень интересно что по отношению к вам я не удивлюсь если подглядывает все таки не удивлюсь при этом он почему-то считает что вы к нему несколько то ли враждебно настроена но опять же если он например ушел по-английски вам ничего не сказал просто пропал с радаров такое могло быть здесь конечно вы будете к нему относиться да так что хочу то хочет сейчас от меня почему он как-то враждебно к вам настроен а тут отказала мне два раза не хочу сказал а ты потому что показывает это все таки десятку то чаш перевернута дал читает видимо что вы не приняли его любовь такая если он почему проявлялся по жезлом к вам а вы хотели большего и великого как-то логично же все он очень много о вас думает вот это сто процентов могу сказать если еще злоупотребляет алкоголем то сначала злоупотребляет понимаете потом думает и чон там надумал но вы для него что-то такое знаете странное не а поддающийся его привычной картине мира потому что вы здесь перевернутой умеренности а перевернутой умеренности но в моей еще личной интерпретации да простят мне великие торологи которые говорят я уже изучаю таро там вообще все не так о чем это говорит это говорит о том что вы просто ворвались его там привычный мир на его привычную умеренность все перевернули там кверх ногами соответственно и здесь опять же непонятно кто кого наказывает но по смерти тоже слабо а наказание как раз заключается в том что ситуация подвешена да вроде как и хочется действовать учета делать а тут как-то да на самом деле здесь человек еще боится отказа да а он действительно перед вами рабеет как маленький мальчик вот вы для него действительно важная женщина но не совсем понимает какую роль вы вообще играть его жизнь потому что вы как зажигаете так и гости его продвигается к вам на крайне медленно хорошо давайте с вашей точки зрения как ситуация как ситуация обстоит с вашей точки зрения нужен тут медведь не будем не будем портить красивую картинку вы тут действительно человека обижены да потому что есть ощущение что на нем действительно сошелся свет клином до что ваши розочки завяли он же их распустил он же и значит я же их породил я же их и убью да потому что здесь конечно чек тоже очень сильно потопался по вашей самооценке как бы там ни было не может быть изначально это ваша звезда когда вы с ним встретились она была в прямой позиции это прослужение соответственно но это право выход из тени все таки 17 аркан про связь там с космосом но а здесь понимаете происходит такая ситуация что несколько то ваш божественный поток ваше ощущение света и так далее она все схлопнулась на этом человеке и как-то вы себя чувствуете какой-то такой знаете неуютно и маленькая девочка и прям неуютно не в нем неуютно пространство именно с одной самой по ощущениям как-то неуютно потому что вы его любите вы его любите здесь вы даете волю своим чувствам эмоциями их полностью проживаете вы их не блокируете при этом понимаете что тоже видимо кстати вам проще вам проще потому что есть ощущение что либо высшая сила как это его выбрала понимаете для вас вот потому что на этом человек его шестерка мечей это все-таки не знаю в этом аспекте карты путеводные звезды для меня да когда вот все равно вынесет к нему да все равно вынесет к нему и вы как будто знаете да что должно пройти время человек поменяет отношение ваше себе я и соответственно ну он сам поменяет свое еще отношение к вам да то есть произойдет такая некая рокировка вот а потому что все-таки по принцессе тоже злов да а вас видимо сами по себе события цикличные и вот вы видимо ждете его следующего появления надеетесь что все будет по-другому все будет по-другому что ты удумаешься да а сами вы ничего не делаете вы не действуете потому что видимо вам сказали жди не вмешивайся никуда да потому что видимо здесь как бы человек сам должен очень многое поменять потому что у него двойные стандарты и из-за того что у него двойные стандарты это очень сильно тормозит вообще его жизнь его реализацию то есть он сам живет состоянии сопротивления своим же правилам у него чему много мыслей в голове да ему бы как бы баланс бы хотя бы какой-то найти а с вами сложно потому что с вами постоянно интеллектуальные поединке и он понимаете постоянно с вами начеку постоянно он держит себя в тонусе потому что равноценный партнер понимаете он приехал потому что он привык выбирать для себя партнеров которые ниже его понимаете по деньгам там по каким-то можно потроллить там девочки да там для какие-то дурочки там или там совсем скромница которых он растет у него короче какие-то свои тараканы а с вами так не получается вообще не получается да с вами он реально не может найти баланс то есть если он там был по пажу а что там у нас такая знаете двойственная натура там некий самодур все-таки манипулятор то его сценарий с вами вообще никак не действует смотрите он появлялся той стороной которая ему было выгодно так для достижения цели он может подстраиваться но ему кто не хочет он теперь хочет честности но не понимает как теперь выйти на эту честность по отношению к вам да потому что он сам еще многое поломал тут конечно чек хотел проявиться к вам но есть ощущение что как-то жестко накосячил так финал с точки зрения монара какой у нас потому что как бы там ни было вся вот эта история по трансформации миссину все правильно пройдет но он увидит вас то свою как раз это он любимую женщину но так интересно смотрите с точки зрения высших сил вы уже давно даже мы должны были быть вместе поймете он ваш император понимаете вы носила как бы замужняя женщина но здесь он в любом случае у вас выбрал да и он вас выбирает как ровню себе да и он понимает что вы можете составить ему пару до что можете вытащить его из одиночества потому что к вам как-то очень странно тянет его но что касается реализации всех этих желаний в обычном мире материальном осмотреть чувства здесь взаимные но очень много страхов до страх отказа страх того что наступит на моё эго соответственно до страх того что она меня как-то не примет и если он вам уже предлагал проявление свое пожертвовало ему отказали да то здесь конечно человек боится того что блин все уже досвидос потому что у него происходит подмена понятия на самом деле там есть нежные чувства но вот эти нежные чувства у него же еще пока 15 арканта с ним окончательно не попрощался они не управляются по жезлом понимаете а он считает что вы отвергаете его любовь а вы просто тупо секс отвергаетесь не понимаете а он что-то рубиться не может поэтому вот они все процессы это происходит тут тоже хороший шанс по тройкам вообще хороший шанс на то чтобы быть вместе потому что у людей много общности менталитет и если даже это не отношения это именно про долгую такую дружбу потому что но есть ощущение что вы очень хорошо друг друга понимаете вот такой был для вас расклад если он вам понравился ну что жду вас в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал дайте мне знать как вам такой формат раскладов мне тоже интересно как вы воспримите мой дебют а и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok